У меня было несколько странных коммерческих предложений. Один человек попросил произнести хвалебную речь на его будущих похоронах. Я сказал ему, что сделаю это, если он пришлет мне сценарий и текст речи, потому что сам я ее не придумаю. Другой парень попросил представить миру его новорожденного ребенка. Ну знаете, в том же духе, что и бойца. Представляю вашему вниманию, выходец из и так далее. Еще со мной связались из одной локальной церкви и попросили представить Иисуса служителям этой церкви. Если они думают, что так я могу зажечь в них еще больше огонь веры, то почему бы и нет? У меня невероятный тайминг, и это качество заложилось у меня в детстве. Мой отец гений. Он придумывал самые разные упражнения на развитие реакции и чувствительности. Я мог смотреть телевизор, и вдруг он бросает в меня мяч. Я должен был его поймать. Затем я расслабляюсь, снова смотрю телек, и он снова бросает неожиданно мяч. Мы выходили на улицу, он говорил мне остановиться под крышей дома. Он забрасывал мяч на крышу, и я должен был ориентироваться по звуку скатывающегося мяча, когда и куда он упадет. И я должен был поймать его. И такие упражнения мы делали с самого детства. Также сыграло роль мое обсессивно-компульсивное расстройство. Например, я ребенком ехал в машине и постоянно смотрел за тенью, которую она отбрасывала на дорогу. И мне нравилось ставить себе такую задачу. Всякий раз, когда тень от машины в миллисекунду оказывается между задним и передним колесом, мне нужно было моргнуть. Такие вещи и развили у меня тайминг. У меня был менеджер пару лет назад. Мы как-то пришли с ним на переговоры с UFC. Они предложили мне крохи по новому контракту. Я у менеджера спрашиваю, что ты думаешь по этому поводу? А он молчит и ничего сказать не может. В итоге я решил договариваться по контракту сам и договорился на хорошие деньги. Зачем мне платить кому-то? Тот менеджер даже не мог выбить UFC нормальные билеты для моей девушки. Как-то он пробил такие билеты. Я ищу глазами девушку после боя и не вижу ее. Он посадил ее куда-то под крышу. Вот такие билеты он достал у UFC. И я еще должен платить ему 10% с гонорара. Поэтому я сам нашел Эдди Вайнленда в качестве соперника, отправив смс Шону Шелби. Сейчас в какой дютифри не зайди в любом аэропорту. Везде реклама с тобой и этим пола. Знаешь, меня поражает, как ты стал моделью после 10 лет подряд спаррингов со мной, DC, Кейном. Ты же пропускал от них немыслимое количество ударов в лицо. Ты продукт страшных 10-летних спаррингов и вдруг подписываешь контракт с производителем пола. Невероятно, как твое лицо сохранилось после этих заруб в ЭКей. Причем мне за эти 10 лет в зале даже ни разу нос не сломали. Ущерб для моделей опасен. Со многими ребятами чуть что сразу разрывают контракт. Я часто видел твои вечеринки. На них все пьют, курят, закидываются веществами. Все кроме тебя. Ты просто здорово проводишь время, но ничего не употребляешь. Ты даешь всем другим гостям все, что они хотят, но сам ни к чему не притрагиваешься. Почему? Это началось с моей матери. Она употребляла наркотики. Она могла выпить и лечь голой посреди дома. Представь, ты заходишь домой и твоя мама пьяная или под наркотиками лежит голой. После этого я сказал себе, что если я найду себе женщину, она должна быть ухоженной. Как проснулась, сразу привела себя в порядок, чистенько оделась. Я в жизни не выкурил ни одной сигареты. Моя мама курила, и после этого для меня любая курящая женщина табу. Если я вижу курящую женщину, то отхожу в сторону. Это отвратительно. Есть очень много вещей, которые мне нравятся в Конноре. Я помню, как Хабиб снялся с боя против Тони Фергюсона. Мы предложили Тони Фергюсону взять бой с Майклом Джонсоном, но он отказался. И Коннор тут же прислал мне смс. Не могу поверить, что ты заплатишь этому мешку Тони Фергюсону хотя бы один доллар. Ты не должен платить ему и гребаных 10 центов. Он был там, сделал вес и не взял этот бой. Гребаный мешок. Не плати ему даже 10 центов. Вот она ментальность Коннора. Брать любой бой, не перебирать соперников. Это мне дико нравится в нем. Я помню еще, как мы стояли в гостиной его дома, и я уже знал, что же за Альдо снялся. И мы дадим Коннору Чадо Мендеса. Я сказал ему, глядя в глаза. Коннор, Альдо снялся. Ты будешь драться с Мендесом. Ему было абсолютно плевать. Он не задал мне ни единого вопроса.